Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, генеральный директор финансовой компании Политекс Владимир Емельянов. Мы, наверное, все читаем из достаточно новой публикации на сайте Анатимов Аркторинга. Очень полезная штука для поставщиков перед тейнером. Сегодня Владимир нам расскажет более подробно, как вы можете этот инструмент использовать в своей работе. Владимир, расскажите о вашей компании и именно о направлении факторинга в общих чертах. Какие преимущества наши читатели, ритейлеры и поставщики могут для себя получить, применяя эти инструменты? Компания существует с 2003 года. Изначально компания специализировалась на лидинге. С весны прошлого года у нас стартовал факторинговый проект. Стартовал достаточно успешно. Получили мы даже от экспертера диплом как лучший стартап прошлого года, как лучший новый проект. И, в общем-то, сейчас у меня основную ставку делаем до факторинга. По целому, ряд причин. Во-первых, факторинг связан с краткосрочными деньгами, то есть это сроки до полугода. В случае с лидингом это более длинные сроки. В нынешней ситуации с достаточно ограниченной лидливостью, естественно, нам интереснее использовать факторинг в наших операциях. Поэтому, в общем-то, на этом направлении мы последние годы и специализируемся. У нас достаточно большая продуктовая линейка. Наверное, мы предлагаем весь спектр факторинговых продуктов, которые на сегодня есть. То есть это и регрессный факторинг, это и безрегрессный факторинг. Реверсивный, гарантийный, международный, соответственно, импортный и экспортный. Плюс у нас достаточно технологичный есть продукт, который принято называть электронным факторами. Ну, на самом деле, это электронный документооборот с использованием юридически значимой цифровой подписи. Насколько мне известно, на сегодня мы единственное, у кого есть именно юридически значимая подпись. Потому что электронный факторинг существует достаточно одно. Но до этого это было для не более чем средства шифрации. Соответственно, с появлением нового закона об электронной цифровой подписи и с изменениями, которые у нас появились с лета 2012 года, фактически полноценная электронная цифровая подпись используется. И этот продукт позволяет очень быстро получать финансирование. Я думаю, что дальше мы более подробно остановимся на этом. Ну, в общем-то, основное преимущество именно от использования факторинга заключается в том, что компании, даже те, которые не имеют залога, могут достаточно быстро получить финансирование в достаточно большом объекте. Всем прекрасно понятно, что для кредитования нужно поддерживать определенные обороты по расчетному счету в банке, и иметь залоговое обеспечение. И достаточно большие требования предъявляются компании в случае кредитования. По факторингу, конечно, тоже есть критерия, которые оцениваются. Но, в принципе, факторинг ориентирован именно на финансирование торговли. Это определенный раздел, который можно отнести к торговому финансированию. Поэтому действительно факторинг зачастую получить проще. Для этого не требуется обеспечение, для этого не требуется открытие расчетного счета. Потому что зачастую игроками рынка факторинга являются даже не банки, а факторинговые компании, которые, естественно, не требуют расчета кассового обслуживания, которые более либерально подходят к оценке клиентов, которые имеют более короткие сроки рассмотрения. Ну, собственно, этим, наверное, наши клиенты пользуются, когда выбирают между факторингом и кредитом. Отлично. И Вы как раз сказали, что существует очень много видов факторинга, в том числе электронного или реверсивного. Вы можете подробнее на этом остановиться? И можем даже посоветовать для каких компаний, какой вид факторингов будет оптимовым? Ну, самое распространенное на рынке факторинга – это регрессы, то, что, в общем-то, уже относится к классике факторинга. Этот вид факторинга на рынке существует уже больше 16 лет. В случае с регрессовым факторингом те права требований, которые уступаются фактору, они, по сути, передаются в обеспечение. Ну, то есть, так вот, если очень грубо пытаться как-то характеризовать сравнение с кредитом, ну, наверное, может быть похоже на, наверное, залог денежных требований. То есть, это требование фактором не покупается, оно берется в обеспечение. Предоставляется финансирование поставщику, и есть определенный срок указанного в договоре поставки. Чаще всего есть какой-то дополнительный срок, потому что фактор прекрасно понимает, что покупатель вовремя платить не будет, всегда есть какая-то задержка. И вот если покупатель не рассчитывается в течение срока указанного в договоре этого дополнительного срока, тогда поставщик возвращает фактору финансирования, платит комиссию, и дальше работает с покупателем сам. Это самый простой, самый распространенный вид фактори. Наверное, более 90% операций на сегодня в целом по рынку проводятся именно в рамках рекрессного фактора. Дальше существует продукт без рекресса. Когда фактор не имеет права вернуть денежные требования поставщику, а должен работать с покупателем сам. Таких операций существенно меньше. В основном это касается каких-то крупных дебиторов, которых фактор в состоянии оценить, на которых он принимает непосредственно риск. Объем этих операций на самом деле существенно меньше, но тем не менее они присутствуют. Следующий вид – это реверсивный факторинг, когда оценка строится совсем иначе, чем в первых двух видах факторинга. Обычно инициатором первых двух видов является сам поставщик. Он приходит к фактору и он заинтересован в том, чтобы ему дали денег на тот срок, на срочке, который он предоставил покупателем. То есть фактически это рефинансирование того товарного кредита, который он предоставил. Бывают ситуации обратные, когда к нам приходят покупатели, то есть, например, та же самая различная сеть. Мы оцениваем покупателей, устанавливаем ливит, и в принципе нам дальше без разницы, у какого поставщика покупать требования к данному покупателю. Приверсивный факторинг чаще всего бывает безреградостным, то есть требования к поставщикам мы покупаем. Плюс мы предоставляем целый набор дополнительных сервисов в рамках этого продукта. Мы, как новый кредитор, можем предоставить дополнительную срочку. Это очень актуально для покупателей, особенно в работе с поставщиками, когда поставщик не может дать ту срочку, которую покупателю требуется. Например, физически он может дать месяц, а можно дать три. Вот, соответственно, мы можем либо сразу купить это денежное требование, либо купить его, например, в последний день от срочки, для того, чтобы эта сделка обходилась дешевле по затрату. Как новый кредитор в момент покупки мы можем предоставить дополнительную срочку, например, те же самые два месяца, которые не хватает покупателей. То есть месяц он получил от поставщика, два он получил от нас как от нового кредитора. И есть еще одна дополнительная удобная вещь в этом продукте. Мы даем возможность разделять виды комиссии либо комиссию какой-то пропорции. То есть если в классическом регрессном, в классическом безрегрессном факторинге за все всегда платят поставщик, просто даже гражданский кодекс по-другому не позволяет поступать, потому что там чаще всего используются двусторонние договора факторинга и нет причины следственной связи, за что дебитор должен платить. Поэтому все затраты при классическом факторинге они лежат на поставщике. Есть варианты, когда за счет ценообразования они полностью либо частично прикладываются на дебитор, но это нечего. В случае с реверсивным факторингом, как правило, трехсторонний, это поставщик, покупатель и фактор. И вот в этом случае какой-то вид комиссии может платить поставщик, какой-то покупатель, либо в какой-то пропорции они могут делиться. Например, половину комиссии платит один, половину платит другой. Это касается каждой составляющей. Поэтому вот эти дополнительные сервисы, они достаточно востребованы и совершенно разная мотивация приводит покупателей к нам за реверсивным факторингом. Одну из разноренностей реверсивного факторинга также можно считать гарантии нефунктурия. Когда мы платим деньги именно в последний день отсрочек, то есть поставщик от грузии их товара точно знает, что он получит деньги именно в тот срок, который в газом договоре поставки. Если не заплатит покупатель, то заплатит факторинг. По сути, это та же самая конструкция, просто выплата финансирования, привязанная к последним днём оценочек. В отношении международного факторинга. Международный факторинг достаточно активно стал развиваться в последние годы, в первую очередь импортный, особенно ситуация четвертого квартала прошлого года подстегнула рынок в отношении импортного факторинга, когда была достаточно сложная ситуация с ликвидностью на рынке. В этот момент факторы обратили внимание на импортный факторинг, потому что для импортного факторинга не требуется какое-либо предоставление финансирования. По сути, это такой вид гарантии факторинга в кавычках, когда фактор принимает на себя риск неплатежа покупателя и гарантировать его платежеспособность перед экспортфактом. То есть есть некая компания, поставляющая в Россию товар, есть покупатель здесь. В стране, из которой товар экспортируется, есть экспортфакт, который предоставляет финансирование поставщику там под нашу гарантию платежеспособности покупателя здесь. Соответственно, у фактора отсутствует какое-либо отвлечение денежных средств. Для него это определенный комиссионный вид деятельности. Конечно, в нынешней ситуации именно импортный факторинг достаточно интересен для участников рынка, в первую очередь для факторов. Экспортный факторинг также существует, но его объемы на самом деле пока, к сожалению, незначительны. Есть надежда в том, что он будет дальше развиваться. Мы, со своей стороны, являясь членами Международной ассоциации AFG, сейчас достаточно активно продвигаем и импортные, и экспортные факторы. Но я думаю, что в связи с текущей комической ситуацией, конечно, и фактором участников рынка импорта будет интереснее. Спасибо, очень интересный, развернутый ответ. Я думаю, что наши читатели задумаются и по предмету взяла информацию, где им можно так легко и быстро найти деньги для пополнения оборотных средств. Самая большая проблема поставщиков и их взаимоотношения с интернетом, самый большой вопрос, по-моему. А вот вы также упомянули, что есть такая вещь, как электронные факторы, когда вы используете различные электронные инструменты, то есть электронные факторы, правильно? Вы сказали, что это уникальное, ваше что-то такое? Ну, я думаю, что мы уникальны, наверное, тем, что мы первые сделали юридически значимую подпись, потому что электронный фактор, он существует достаточно давно, и именно без юридически значимой подпись мы сами это использовали еще с, наверное, 2000 или 2001 года. Но вопрос в том, что активного развития не было, не было достаточно витражной практики, юристы достаточно осторожно всегда относились к электронному документообороту. Сейчас картинка меняется, потому что, наверное, ситуация назрела. Целый ряд причин, которые приводят к большому интересу, именно к электронному фактору. Самый первый вопрос, это вопрос документооборот. Когда мы печатаем любую докладную под любую поставку, нам один лист обходится минимум в 6 рублей. Дальше. Когда мы этот документ подписываем на покупателя, нам этот документ нужно вернуть к себе в компанию и дальше передать фактору. Это тоже определенные временные денежные издержки. В ситуации, когда это поставка в другой город, но только на курьерскую почту, затраты составляют от 500 рублей до 2000, в зависимости от удаления, на каждый документ. Дальше возникает вопрос хранения этих документов. Соответственно, это тоже дополнительные затраты. Документальное хранилище. Пять лет нам надо это хранить. Все это, конечно, существенные издержки, которые несет и поставщик, и покупатель, и фактор. В случае с электронной факторами документ существует только в электронном виде. Он, конечно, может быть распечатан, но это совершенно необязательно. Он подписывается юридически значимой подписью как поставщика, так и покупателя. Причем одна подпись стоит от 2 до 6 рублей за 10 документов, вне зависимости от количества страниц в нем. То есть даже элементарно на стоимости подписи мы уже экономим по сравнению даже с распечатанным накладом. Дальше у нас отсутствуют все издержки, связанные на транспортировку к накладной. И очень существенно экономятся средства, связанные с хранением документов. То есть в системе электронного документа оборота хранение любого количества документов в течение года стоит 900 рублей. Естественно, это сравнится не с одним бумажным хранилищем. Дальше. Кроме издержек денежных, существуют издержки временные. Когда мы говорим о документообороте между поставщиком и фактором, от двух дней до двух недель существует задержка от момента выписки накладной до момента получения денег, когда это происходит на бумаге. Чем дальше дебитор, тем позже получает финансированный поставщик. В случае использования электронно-цифровой прописи в течение четырех часов реально получать финансирование. То есть это не только деньги, это еще и время. Ну, наверное, по базовым причинам это сейчас не успеем. Конечно, плюс еще это, опять же, уже наличие арбитражной практики достаточно положительной. Это, опять же, новый закон об электронно-цифровой прописи, где четко прописаны права и обязанности удостоверяющего центра. Удостоверяющих центров достаточно много. Вот с одним из них мы реализовали эту систему. В принципе, это может быть реализовано на любом удостоверяющем центре. И сейчас удостоверяющий центр действительно несет на себе ответственность за подлинность подписчиков. Очень интересно, да. Скажите, вот, допустим, мы сейчас говорим о компаниях, или портекс, потому что у нас есть, допустим, маленький магазин, и его поставляют в фермер свои продукты. Вот, а проблемы, те же самые, с отсрочкой оплаты, с кассовым разрывом, может быть, а кто-нибудь будет применен к таким пациентам? Это самые лучшие пациенты, потому что, если честно, мы, конечно, с федеральными системами работаем, но мы стараемся не ацентироваться на этом сегменте. У нас на рынке есть определенное количество игроков, которые фактически рынок убивают с точки зрения цифровой фокуляции. У нас есть 7-8 участников рынка, наиболее крупных, которые, на самом деле, оказывают не факториумы, а услуги, а кредитуют поставщиков, завернув эти деньги в фантик факториумы. Такого отношения к нормальному, правильному факториуму это не имеет, потому что они дают только деньги, и они не предоставляют того сервиса, который есть. И вот этими ставками, по большому счету, федеральные сети исполняют. Лезть в этот рынок, в принципе, никому не интересно. То есть, если бы любой из них, какой-нибудь европейской компанией, или какому-нибудь европейцу связанному с факторингом, назвал бы те ставки, по которым сегодня финансируются поставки в федеральные сети, в России, в лучшем случае это был генерический хохот в ответ. Доходность факторинга в мире, нормального факторинга, в разных странах, в большинстве стран, как европейских, а азиатских, калибрируется от 30 до 40% в годовых. То есть, когда у нас начинают поставки в федеральные сети, финансируют по 8, по 10, по 12% в годовых. В принципе, это невозможно с точки зрения качественного факторинга. Достаточно много мы как команда проектов сделали в России и в СНГ, и очень часто приходится сталкиваться с оцентой эффективности деятельности факторинговых подразделений банков, факторинговых компаний. Есть давно выведенные правила с точки зрения определенной себестоимости процедур факторинга. Вот если я выдаю кредит по фантикам факторинга, я могу себе позволить работать на марже в 2% годовых, сверх тех денег, которые я привлекаю от банков в качестве фантирования. Если я должен предоставить качественный факторинг, маржи меньше 6% годовых быть не может в природе. Поэтому, когда поставщику начинают предлагать ставки, например, по тому уровню, который я озвучил, понятно, что ни о каком факторинге речи не дают просто кредит. Это также связано с размерами лимитов. Мы очень часто столкнемся с ситуацией, когда к нам приходят поставщики и говорят, вот вы мне предлагаете такую ставку, а, допустим, некоторые ваши уважаемые конкуренты мне предлагают на 4% дешевле, или на 3%, или на 5% дешевле. Спорить здесь бесполезно, здесь рецепт один. Пустить этого клиента к тому, кто это предлагает. Через полгода этот клиент вернется. Потому что то, что предлагается по этим ставкам, оно всегда реализуется по кредитным методикам. Кредитная методика предполагает совершенно другую оценку поставщика, покупателя, чем та оценка, которая используется при нормальном факторинге. Как следствие, лимита значительно меньше. То есть мы спалкиваемся с тем, что в рамках кредитных методик поставщикам устанавливаются лимиты в 4, в 5, в 6, иногда в 10 раз меньше, чем они могут устанавливаться при факторинге. Естественно, компания идет за дешевыми деньгами. Этих денег получает мало. Через квартал, через 2 квартала возвращается 100 к нам. Поэтому, конечно, когда мы пытаемся каким-то образом сравнивать стоимость, ну, наверное, в Европе, в США, в Юго-Восточной Азии тоже негройки работают. И при их более низких ставках, когда начинаешь рассказывать, что в России существует факторинг за 812 годовых, вот реально у кого-то это смех, у кого-то это шок. Поэтому мы не пытаемся лезть вот в эти федеральные сети. Мы работаем принципиально в другом сегменте. Как раз для нас, почему я сказал, что это любимые пациенты, потому что, с одной стороны, маленькие магазины, они более стабильные, они более привязаны к поставщику, и реально они платят лучше. Они не выкручивают настолько руки на сходу в федеральные сети. И при этом, конечно, маржиналинство того же ферма, она выше, чем у плевиков, поставляющих на федеральные сети. Очень часто спалкиваешься с тем, что люди фактически работают на маржах близко к нулю. У нас бизнес, который близко зарабатывает деньги, они устраивают процесс ради процесса. Поэтому в тех случаях, когда есть смысл зарабатывать, мы работаем. Работать в ноль с федеральными сетями, просто ради того, чтобы они у тебя были в портфеле, ну это точно не наша стратегия. Есть такая замечательная шуточка по поводу того, что вам шашечки или ехать. В том случае, если ехать, это главное, если шашечки, то к уважаемому конкуренту. А вот, кстати, как у вас регулирующая организация? На сегодня этот факторинг не регулируется никак. Наверное, к счастью. В России нет регулирующих органов, которые что-либо понимали по факторингу. То есть на самом деле регулируются только банковские факторинги. Существуют требования Центробанка в отношении банков, которые оказывают факторинговые услуги. Никакого отношения к факторинговому подходу эти требования не имеют. Совершенно неоправданные требования по оценке покупателей, почему-то даже при регулирующих органов этому нет никакого вообще здравого объяснения. Когда я беру риск на поставщика, я почему-то должен оценивать покупателя. Попытки что-либо донести, объяснить, но на самом деле они бесполезны. То есть мы много лет этим пытаемся заниматься. Это очень показательно, что абсолютно все банки, занимающиеся факторингом, при себе имеют факторинговые компании. Даже государственные. ВТБ факторинг, Сбербанк факторинг, и так далее. То есть эти компании, они реально созданы. Какие-то из них работают, какие-то только созданы. Деятельности не оказывают. Но это показатель, когда даже государственные банки понимают, что в условиях нынешнего неадекватного регулирования заниматься банком, факторингом бесполезны. Поэтому, да, банки загваны в ситуацию, когда нормальный факторинг они проводить не могут. Они вынуждены действительно создавать факторинговые компании, но, наверное, это их счастье. У нас до 2009 года была определенная налоговая и правовая коллизия. То есть в гражданском комплексе было написано, что факторингом могут заниматься банки и факторинговые компании, имеющие лицензию. Никто никогда в России лицензии на факторинг не подал. Было примерно полгода, когда был определен порядок лицензирования, но ни одна лицензия за это время так и не была выдана. Это было достаточно давно. На сегодня у нас принят закон об отмене лицензирования факторинга. Наконец, теперь понятно, что факторинговые компании могут нормально проводить операции. Их клиенты спокойно относятся к затратам на себестоимость. Потому что следствием этого права и невырегулированности было то, что налоговая периодически требовала у некоторых клиентов относить затраты на факторинг и не носить стоимость, а платить из прибыли. Как только лицензирование отменилось, к счастью, эти разговоры все закончились. Сейчас фактически любая организация может оказывать факторинговые услуги, не имея никакой лицензии. Почему? К счастью, потому что факторинговый бизнес достаточно специфический. Несмотря на то, что уже третий год как лицензирование отменено, количество участников рынка не такое большое. Сверхиевых участников на рынке 35. Это четко показывает, что абы кто на этот рынок не придет. Потому что парок входа уже достаточно высокий. Очень дорого стоит программное обеспечение для факторинга. Достаточно дорогие специалисты в силу ограниченности рынка, потому что, к сожалению, пока никто не готовит. Поэтому здесь, в принципе, случайных игроков нет. А вот то, что является плюсом, даже пример, допустим, Великобритании. Факторинг там не регулируется никак. И это достаточно активно развивается. Если мы возьмем статистику по Европе, страны, где есть регулирование факторинга, где нет. Там, где факторинг не регулируется, объем рынка в отношении МОП в 4 раза выше, чем страны, в которых факторинг регулируется. Опять же, наверное, было бы здорово регулировать факторинг в случае, если бы люди, которые его регулировали, действительно в этом разбирались. Вот тогда действительно это было бы здорово. Но, к сожалению, пока на уровне госорганов этого понимания нет точно. На уровне ассоциаций на сегодня у нас есть два профессиональных объединения на рынке. У нас есть ассоциация факторинговых компаний и федерация факторинговых компаний. Какая-то деятельность ведется и там, да. В ассоциации факторинговых компаний больше членов, Но, к сожалению, результаты этой деятельности мы не видим. В случае с Федерацией факторинговых компаний это менее численная организация. Ну да, по крайней мере, есть какая-то деятельность, связанная хотя бы с попытками обучения людей, то есть подготовка персонала. Это очень серьезная проблема для отраслей в целом сейчас, потому что специалистов под факторинг почти никто не готовит. То есть мы вынуждены их готовить либо в рамках Федерации факторинговых компаний, либо отправлять в Академию факторинга, в Международную Ассоциацию, R&G. Вот примерно такая ситуация с регулированием, и на самом деле, наверное, это даже неплохо, что сложилось так. Это лишний раз показывает, что сама организация на рынке, тем более в таком сложном рынке, она все-таки работает. Вот для интересного дефицита кадров в сфере факторинга, существуют ли вообще в мире какие-то учебные занятия, которые будут подготовить таких специалистов? Они, в принципе, есть? Из того, что используемые в рамках International Factors Group, Международной Ассоциации, существует Академия факторинга. Мы действительно, да, учим людей. Мы, наверное, первая компания, в которой есть специалисты, которые прошли полный цикл учения так. Потому что факторы российские зачастую отправляют туда людей, но эти люди проходят один-два курса. То есть полный цикл – это 4-5 курсов. Наверное, мы на сегодня будем единственными, у кого есть персонал, который действительно прошел все циклы, имеет полноценное образование. Плюс утверждена в России программа обучения именно факторинга – это как раз некая активность Федерации факторинговых компаний, которая была реализована на базе двух вузов – российских, московских. Эта программа утверждена. Поэтому, конечно, если российские факторы будут заинтересованы, либо факторы из СНГ, потому что мы действительно столкнулись с тем, что российский опыт очень активно используется в Белоруссии, в Украине, в Казахстане. Поэтому, если наши коллеги из СНГ тоже собираются использовать эти обучающие курсы, в общем-то, наверное, только вот я могу вспомнить два случая. Вот эта программа российская в рамках Федерации компании «То, что делает Дэриджи». Хорошо. Это программы, они, естественно, коммерческие, да? Да. То есть это то, что участники ассоциации оплачивают за каждого сотрудника отдела. Ассоциации сотрудников? Да. То есть, по сути, это, скажем так, некая программа влашения квалификации. А то, что вы сказали на базе двух вузов – это просто студенты могут сами решать импортатив? Пока это сотрудники тех компаний, которые являются членами ассоциации. Просто это делается на базе вузов. В принципе, если это, ну, скажем, будет интересно кому-то из вузов, соответствующим, обучающим программу, я думаю, что, по крайней мере, в рамках Федерации факторинговых компаний, что еще можно сделать, потому что люди, которые этим занимаются, у них достаточно большой опыт в факторинге. То есть, ну, фактически факторинг в России, конечно, существует не 50-60 лет, как в других странах, но, тем не менее, вот, 17-й год факторинг в России есть. И даже в рамках IFG очень много наших российских коллег именно в Комитете образования, да, вот, и, в принципе, это достаточно хорошо. У нас среди наших читателей достаточно большой процент студентов. Именно по специальности розничной программы я, поэтому, сделала акцент на этом моменте. Я думаю, что это будет очень интересно. Для студентов, на самом деле, в свое время мы организовывали какие-то семинары на базе АНХ, на базе Финакадемии. Вот, ну, это были такие некоторые разовые вещи, то есть, которые для отдельных курсов читались, чаще всего по инициативе доконатов. Вот, студент, можно продолжить. Вообще, насколько вы считаете перспективы, какие у рынка факторинга в России в ближайшие, там, 5, не знаю, 10, не буду говорить, в ближайшие, там, 3-5 лет? Ну, в последнее время все можно мерить в процентах АНХ в разных странах, да? В России доля факторинга по разным оценкам где-то в пределах от 1 до 2% АНХ. Среднеевропейская цифра – это 9% АНХ. Есть страны, где более 20% АНХ составляет факторинга. Соответственно, ну, как минимум в 10 раз рынок факторинга в России может вырасти. Поэтому, конечно, перспективы очень большие, и это показывает темпы роста. То есть, мы растем достаточно активно, мы растем в среднем приросте где-то процентов в 35-50 ежегодно, поэтому это показывает, что востребованность очень большая. Каждый год появляются какие-то новые образы. Когда-то не было факторинга в области рекламы. Появилось первое рекламное место, которое мы фактически убедили предоставить отсрочку платежа своим потребителям, использовали факторингу. Через год многие агентства стали давать отсрочку платежа. Лет 5 назад абсолютно невозможно было купить запчасти для автомобиля и опыта со отсрочкой платежа. Как только один из дистрибьюторов стал предоставлять эту услугу, в течение двух-трих месяцев вся отрасль стала предоставлять. То есть, это вопрос в том, что есть огромное количество отраслей, которые просто даже могут не знать наличие этого инструмента, и они его не используют и потому, что он им не нужен, а просто потому, что до них эта информация должным образом не донесена. Поэтому огромное количество, скажем так, огромный потенциал того, где это еще может развиваться. Но существует абсолютная экзотика, я как анекдот, это уже рассказываю, когда, например, мы обслуживали свое время поставки по факторингу гидрометеоперуши и метео-дву. Потому что, оказывается, гидрометеопрогнозы или компании, я не знаю, как сейчас, какое-то время назад, они поставлялись со срочкой платежа в месяц. Уж казалось бы, да, гидрометеопрогноз со срочкой платежа в месяц. Но он еще вернулся. Поэтому, на самом деле, областей применения их много. И мы из года в год вынуждены это придумать. Тем более, что фактически в условиях того дембинга, который у нас есть на рынке со стороны крупных игроков, неоправданного, мы можем бороться с только двумя вещами. Мы можем находить новые сегменты и мы можем быть более технологичными. Потому что, конечно, действительно крупные игроки на сегодня факторинг делают на коллегки. Ну, для кого не стоит. Нет ненормального программного обеспечения, нет ни персонала, нет фактически ничего. То, что делают небольшие игроки, зачастую более качественно и более технологично, чем то, что предлагают крупные игроки. Ну, потому что для них это средство выжимания, по-другому они просто существуют и не будут. Здравствуйте. Скажите, вообще российский факторинг, он идет по пути к западному факторингу? Ну, смотря что считают западным факторингу. В России факторинг четко привязан к конкретной поставке. На Западе достаточно распространен механизм немножко другого факторинга, то, что называется «селс леджи» – портфельный подход. То есть, когда фактор знает, что на сегодня задолженность дебютора составляет столько, они финансируют определенные проценты вот этой задолженности. И дальше расчеты идут по сайту. То есть, приходят какие-то деньги, они гасят старые поставки, что-то отгружается. И это происходит вне привязки к конкретным документам. То есть, по сути, это финансирование какого-то остатка по оборотке определенного демократерского счета. В России, к счастью, факторинг немножко другой. То есть, он больше распространен этот факторинг в СНГ, а в Индии, как это неудивительно. У нас действительно есть привязка к поставке. То есть, мы финансируем конкретную поставку. Здесь, наверное, плюс в том, что у нас в Гражданском кодексе написано. Мы должны быть четко идентифицированы. То есть, кто, кому, когда, на какую сумму, что поставили. Вот это на самом деле плюс, потому что мы отрабатываем целый кусок, который зачастую иностранные факторы не отрабатывают. Мы действительно верифицируем поставки. Мы контактируем с дебитором для того, чтобы узнать, по-моему, чего он этот товар. Устраивает его, не устраивает, куда он собирается платить. То есть, конечно, факторинг – это не только предоставление денег. Это и услуги фактически риск-менеджера, который берет на себя фактор по определению того, какой дебитор качественный, некачественный, кому сколько можно отгрузить. Это услуги в какой-то степени коллекторские. То есть, они более цивилизованные, чем выделение денег у физиков. Они, естественно, в рамках правовых норм. Но, тем не менее, эта работа с покупателем достаточно корректная. Это даже один фактор не заинтересован в испортить отношения и потерять покупателя. Но это корректная работа с покупателем для стимулирования ему своевременной оплаты. Мы в свое время брали статистику и смотрели, как платили покупателям и поставщику до работы с фактором и после. Улучшение, опять же, это от отрасли зависит. И от срока оборачиваемости улучшение, в принципе, от 15 до 35 процентов по сроку. То есть, реально это работает. Поэтому, конечно, если фактор оказывает комплекс услуг, то клиент должен понимать, собственно, за что он платит. К факторам это точно не только предоставление денег. Это целый набор сервисов для поставщика, которые позволяют ему сосредоточиться именно на работе, связанной с его основной деятельностью, закупкой, отгрузкой товара. А как раз все, что находится вокруг обеспечения этих поставок деньгами, сбора этих денег и качественности этой задолженности, мы как раз берем на себя плохо. Скажите, такой вопрос, наверное, сложный. Вообще, знаете, какой процент, так скажем, у вас заран от кредитов, бывает у банков, у вас, знаешь, другое затеяние, но вот этот процент, когда вы теряете... Вдоль прострочной задолженности. Ну, на самом деле, по рынку эта цифра неизвестна. Я думаю, что мы ее не узнаем никогда, потому что кто не хочет ее показывать. И достаточно сложно это сделать дистанционно. Это можно сделать действительно при аудите факторинга. Ну, и на самом деле, называть какие-либо цифры, тоже как раз. Это не совсем обоснованно. А это вообще там банковских кредитов? Все зависит от качества технологий. Правильный факторинг не может терять больше, чем банковский кредит. Он теряет всегда меньше. Когда мы брали статистику по гризису 98-го года, факторинг тогда потерял 1,2% от портфеля. По сравнению с кредитованием, это совершенно ничтожная цифра. Тем более, тогда ставки были достаточно высокие. И это покрывалось затратами, ну, допустим, 2 недели работы факторинговой компании, и они совершенно спокойно закрывали все эти проблемы. Сейчас, конечно, маржинальность ниже, но тем не менее. Если мы сравним потери факторинговых компаний, допустим, по кризису 2008-го года с потерями банков, я думаю, что они будут раз в 15-20 меньше. Это связано, как раз это касается только тех случаев, когда технология качественная. То есть я говорю о том, что фактор действительно проверяет покупателей, фактор действительно верифицирует поставки. Он берет на себя калибрские функции. Потому что есть у нас очень печальный пример, теперь модно об этом вспоминать, компания Еврокоменска. Для кого была загадка, что эта компания именно так и закончила, я не понимаю. Сейчас инвесторы плачутся, хотя им с первого дня этой компании все эксперты говорят, что так это и будет. Продержались они дольше положенного срока, только потому, что деньги в тот момент на право-налево раздавались. Так вот там деньги действительно раздавались на право-налево, не анализируя ничего. Вот это абсолютно неправильный подход. То, что сейчас делают крупные банки, оно, конечно, не в такой степени рискованное, но очень это напоминает. Они не отрабатывают те процедуры, которые обязаны отрабатывать. Если компания или банк работает так, как положено работать, однозначно в платере будут раз минимум в 20 меньше, чем в кредитовании. Потому что логика кредитчика. Он получил баланс. В основании этого баланса сделан некий баланс. В лучшем случае этот баланс уже на квартал отстает от сегодняшнего дня, в худшем на полгода. Эти деньги он выдал, год он ждет. Ну, если это годовой кредит, или квартал он ждет. И дальше он узнает, погасили или не погасили. Огромный временной разрыв. В случае с факторингом картинка не такая. Каждый день факторинговая компания получает какие-то документы. Поэтому каждый день она контактирует с покупателем. Каждый день она получает какие-то оплаты. По этому поводу также каждый день контактирует с покупателем. То есть факторинговая компания, в отличие от банка при кредитовании, реально держит руку на пульсе. Она реально работает с денежным потоком, с товарным потоком, она понимает, что реально происходит у поставщика-покупателя. Плюс, в случае, если факторинг прекрасный, это солидарная ответственность и поставщика-покупателя. Поэтому, в принципе, в факторинге невозможно потерять такое количество денег, как в кредитовании. И, конечно, речь не о том, что факторинг более рискован, чем кредит, но многие эти вещи могут говорить только люди, которые ничего не понимают. Здравствуйте, Марк, спасибо большое. У меня остался один вопрос. Какова вообще на самом деле ситуация с ликвидностью на рынке факторинга? Есть ли такая проблема? Она была, я знаю. Такая проблема была в конце прошлого года. Это четвертый квартал. У нас очень крупные игроки не выполняли свои обязательства. Мы, к счастью, выполняли в полном объеме. В этом году мы готовились очень серьезно. То есть, в отношении нас я точно могу сказать, что у нас проблем с ликвидностью в этом году не будет. Потому что спасибо, у нас действительно все хорошо. В целом, ликвидность банковской системы на сегодня на приемлемом уровне. Но она постепенно сжимается по прогнозам. Действительно, мы ждем четвертый квартал. Может быть, даже третий квартал достаточно тяжелый. хуже прошлого года, или лучше пока сложно сказать. Но здесь вопрос в том, кто готов. По крайней мере, мы осознанно к этому готовились. И сейчас мы себя чувствуем очень спокойно. Отлично. Спасибо большое, Владимир. И самый последний мой вопрос. Вообще, Ваша компания, на кейшер-шерпорт в суббой 2. Какие у Вас планы и на какие у Вас задачи стоят? Как увидеть Вашу компанию через 40-й год? Ну, сейчас у Вас главная задача – это рост качественного портфеля. То есть, подготовку или не, как мы реализовали. Ту, которая должна быть. Лучшим стартапом мы стали. Следующая задача у нас, наверное, стать лучшими по темпу роста. При этом иметь качественный портфель. Есть у нас большое желание войти в десятку крупнейших портфельных компаний. Ну, и, в общем-то, для нас, на самом деле, приоритетнее, наверное, это качество портфеля и уровень маршинальности там бизнеса, в котором мы занимались. Спасибо большое, Владимир. Спасибо большое, наши уважаемые, дорогие читатели. Мы с Вами, конечно, еще остаемся. И еще, где у нас еще много интересных встреч. Всего Вам хорошего, до свидания.